Впервые, может быть, за всё время существования рыночной экономики в России есть собственная рецессия или стагнация. Можно спорить, будет 0% роста или 1%. Функционирует экономика в соответствии с абсолютно, как я понимаю, стихийными факторами. Вот росли цены на нефть, экономика росла. Перестали цены на нефть расти, она перестала расти. Слава Богу, они перестали расти, но остаются на высоком уровне. И геополитическая ситуация в мире свидетельствует, она, конечно, унизительна для человечества, что мы сейчас вступили в холодный мир или в холодную войну, но она благоприятствует нашему экспорту. Наша макроэкономическая ситуация не такая уж плохая. Самая главная проблема, по-моему, нашей страны. Вот мы всё время колебляемся, то есть, как это сказать, находимся в зоне между двумя экстремами. Либо вот план, который надо выполнить, и тогда будет хорошо. В натуре, в деньгах, неважно. Либо, значит, сама жизнь подскажет, что будет у нас, будет у нас хорошо, если мы добьёмся хорошего инвестиционного климата, институты отшлифуем. И вот здесь возникает вопрос, как найти баланс между двумя этими крайностями. И мне лично представляется, здесь я хочу сказать ясно и чётко, что нет у нас сегодня, сейчас, в этой стране, никакой альтернативы мощным государственным инвестициям. Так называемым мегапроектом и структурной промышленной политики с выделением приоритетов, которые надо финансировать последовательно и спрашивать. Нет, конечно, партийных КПСС, нет партийных книжек, но нужны какие-то механизмы ответственности за принятие решений, потому что мы имеем хорошие государственные корпорации, они что-то делают, что-то не делают, но их планы, как правило, не выполняются, особенно те корпорации, которые как-то не связаны с топливным, с сырьевым сектором. А наша проблема ведь заключается в том, что растёт у нас экономика, падает или она в стагнации, она примитивизируется. У нас, в общем, практически прорывов никаких нет с точки зрения, значит, вот облагораживания структуры экономики. И здесь, по-моему, единственная альтернатива государственной инвестиции, как я сказал, и индикативное планирование, государственный капитализм. Понятно, что риски сумасшедшие этого всего дела, потому что мы привыкли здесь ничего не делать. Очень важный вопрос, кто что будет делать. Очень важный вопрос, где инженеры, где рабочие, современные. Всё это удивительно, всё это серьёзные задачи, серьёзные риски. Ну вот я был в Сочи недавно, я был против Сочи. А когда там побывал, подумал, что замечательно сделали, неправ я был. Город потрясающий, красивый, ну, отличное поведение людей, совершенно другое отношение к жизни, отношение к людям. Я хочу сказать, что это замечательно. Но, конечно, те задачи, которые стоят в экономике, они более величественные. И потом мы любим это какой-то дате, чтобы было. Короче говоря, я думаю, что мы на пороге каких-то решений. Инвестиционный климат, улучшение государственного управления, всё это хорошо. Но, по-моему, ситуация требует радикальных решений. И здесь я бы не хотел быть на месте Владимира Владимировича Путина. Спасибо. Спасибо. Спасибо.